Здравствуйте, дамы и господа! Рад приветствовать вас на сегодняшней встрече компанией SkyWorld Community. И, конечно же, речь пойдет о транспорте будущего, об инновациях, которые народ планеты Земля, объединившись вместе с разных стран и континентов, осуществляют, реализуют, финансируют и, так скажем, дают жизнь революционной технологии, которая является частью, точнее, даже сказать, стартовой частью целой серии экологических технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого. Рад, что у вас получилось сегодня прийти на данную встречу, потому что время потрясающих и чудесных событий. В данный момент мы находимся на 14-м этапе из 15-ти, то есть большая часть проекта, практически весь проект уже реализован и уже начаты первые адресные проекты. Именно потому, что те сертификаты, которые мы уже получили, та часть технологий, которую мы уже сертифицировали, ее уже хотят строить, не дожидаясь, когда наш проект закончится. И причем это интерес людей с разных стран нашей планеты, которые понимают, что такое инновации и какие перспективы, а эти инновации принесут в свои регионы. Конечно же, за один час у меня не получится рассказать вам абсолютно все. Надеюсь, те, кто пришли немножко раньше, увидели выступление Анатолия Эдуардовича до нашего вебинара. Конечно же, очень много потрясающих новостей. Смотрите 22-го года обновления с официальной информацией от Анатолия Эдуардовича. Но, чтобы лучше понимать, что происходит в данной компании, как она развивалась особенно в такое непростое время, конечно же, посмотрите на YouTube, на официальном канале итоги 21-го года. Потому что это был значимый год, и последних два года четко покажут, так скажем, насколько серьезные задачи сейчас выполняет наша чудесная компания. Ну и это, конечно, не одно видео, которое стоит изучить, уделить немножко времени. Поэтому заходите на YouTube, официальный канал Анатолий Юницкий, и там в видео вы сможете увидеть потрясающие фильмы, созданные этим гениальным ученым, которые полностью объясняют, что происходит на нашей планете, как это происходит именно с точки зрения человека и всего живого, и технологии. Как нам на нашей планете жить действительно достойной жизнью в полном благополучии и изобилии. Мы можем этого достичь именно с использованием экологических технологий. И Анатолий Эдуардович всю жизнь уделил наукам, чтобы понять, как это сделать. И сейчас представил нам эти технологии. И первые из них уже, так скажем, подходят к завершению. После 15-го этапа мы выйдем на самофинансирование, и пойдет дальше движение по следующим экологическим проектам. Потому что, конечно же, каждый из них все лучше и лучше будет делать состояние жизни людей, нашей экологии. Ну и, конечно же, принесет нам невероятную, огромную пользу. Конечно же, узнайте о транспорте будущего, о том, как изменят. Это название как раз видео, с помощью которых вы сможете найти прямо сразу в YouTube нужную информацию. Делайте скриншот, либо запишите так, на свой компьютер, либо на телефон. И продолжаем дальше. Техногенная цивилизационная развилка. Я делюсь этими потрясающими работами для того, чтобы у каждого человека, который познакомился с этим гениальным ученым и подобными экологическими технологиями, было общее представление, как весь мир наш работает и какой у него есть выбор. Можно же просмотреть тенденции, как движемся, как развиваемся, как влияем на нашу окружающую среду, и из этого сделать определенные выводы. Таким образом, Анатолий Эдуардович вычислил, что до точки невозврата, когда мы настолько экологию и баланс нашей планеты расшатаем, именно все человечество в общем целом, как один из видов, из 12 миллионов видов живых организмов, но самый влиятельный. Мы можем и ад сделать на нашей планете, а можем сделать и рай. Ведь такие места, я уверен, каждый из вас на нашей планете видел. И ты понимаешь, особенно когда лето, когда тепло, солнышко, ты на природе, ты понимаешь, как все это цветет, насколько хорошо ты себя чувствуешь в окружении всего этого живого. Ведь мы сами живые. А наша техногенная сфера, наше детище, наш ребенок, к сожалению, оно работает немножко не так. Оно потребляет ресурсы нашей планеты и при этом делает из них неживую материю. То есть делает либо из живого неживое, либо из неживого неживое. То есть перерабатывая что-то, либо сжигая какое-то топливо, мы добиваемся от наших машин определенного действия. Это можно поменять. Это можно, так скажем, направить в сторону полной экологии. Для того, чтобы в нашем пространстве, на планете Земля, именно на поверхности шара и до стратосферы была правильная, ну, можно сказать, атмосфера, экологическое состояние среды, в которой и мы, и наша природа будет спокойно развиваться. И это, дамы и господа, дело каждого, как минимум знать об этом, понимать общее влияние, чтобы и собственной жизнью, как минимум не то, что делать пользу дополнительную, как минимум не усугублять ситуацию. Общее понимание и общие тенденции сейчас, так скажем, с развитием технологий, с их использованием, направляется все больше в экологическую сторону. Но большинство проектов, которые запущены, глобально не меняют ситуацию. А вот то, что предлагает Анатолий Эдуардович, те технологии, за которые он уже получил премию мира в Братиславе, в Словакии, вся эта серия технологий, она действительно может принести огромную пользу, именно глобальную, глобальную на всю планету. Поэтому и транспорт Юницкого, и электроэнергия, которую он предлагает, и города, эко-города, в которых могут проживать люди, имея все абсолютно блага, которые им необходимы, и не зависеть от окружающего мира. Все это он представляет и передает людям, чтобы они могли изучить и понять, что это действительно работающий вариант технологий, как мы можем продолжать жить, не то что десятилетия, сотни лет продолжать жить на нашей планете, имея все, и при этом имея хорошее здоровье и большую продолжительность жизни, от того, что мы настроили нашу поддерживающую среду, то есть все, что нас окружает. Как минимум, оно будет благотворно влиять на нас, потому что жизнь на жизнь вот так благотворно и влияет. Конечно же, Анатолий Эдуардович делает акцент, что именно с транспорта будут начинаться эти изменения. Поэтому именно этот проект, который сейчас на финальной стадии развития, поможет дать будущее всем технологиям эко-мира, что, конечно же, является огромным прорывом. Ведь около 40 лет Анатолий Эдуардович пробивал эти технологии в мир, про... так скажем, прородавливал, что это важно, что это необходимо, на это необходимо обратить внимание. И, конечно же, модернизировал все эти технологии. Именно поэтому сейчас с такой скоростью мы с вами, дамы и господа, развиваем, казалось бы, глобальную, целую планетарную технологию. Но с этим справились даже 500 тысяч человек, хотя нас 8 миллиардов, для того, чтобы создать новую транспортную инфраструктуру. Которая действительно принесет пользу абсолютно всем. Конечно же, стоит поинтересоваться на нашем официальном сайте, зайти, посмотреть новости самые последние. Вы будете очень удивлены, так скажем, в каких направлениях двигается наша работа. Абсолютно весь земной шар. И это можно будет посмотреть по отчетам онлайн и офлайн мероприятий. То есть компания SkyWorld Community объединяет людей для того, чтобы сделать их сильнее, дать дополнительное образование, которое сейчас есть. И сейчас у нас есть школа адаптации и обучения. Поэтому добро пожаловать. Ведь именно с помощью SkyWorld Community вы можете заниматься созидательной деятельностью, развитием и финансированием инновационных экологических технологий. И тем самым становиться совладельцами данных технологий, рассчитывая на капитализацию и дивиденды. Потому что данная технология в первую очередь делается именно ради революции, как в экологии, так и в технологии. Потому что именно эта физическая технология даст большое ускорение абсолютно каждому человеку на нашей планете. Потому что это общественный транспорт. Он общий. И он свяжет нас в общую сеть по всей планете, когда мы сможем передвигаться на втором уровне. Над свободной землей, которая полностью будет освободлена для жизни. И на сайте SkyWorld Community вы сможете увидеть, как много работы проделывает, так скажем, вся команда, вся компания и все единомышленники из 220 стран и регионов мира, дабы поддержать и ускорить реализацию данного проекта. Конечно же, и я не исключение. В 2016 году я узнал о подобном способе развития, когда люди через интернет объединяются. Причем не 5-10 человек, а тысячи человек, сотни тысяч человек могут объединиться для того, чтобы создать огромную компанию, какой-то продукт или услугу, которая необходима людям. И изучив множество таких, я нашел самый актуальный и действительно... То есть он действительно изменит все представление о нашей жизни и в городе, и между городами. Изменит просто скорость человека из всех его физических предметов. То есть мы с помощью этого транспорта, особенно в аэропотреблении, где так много устройств и материала мы используем вокруг себя, для того, чтобы делать и свою жизнь лучше, и мир вокруг себя лучше. С помощью подобного транспорта каждый человек почувствует на себе ускорение, новые возможности. Как когда-то плавательный транспорт расселил нас на планете и дал возможность учиться, работать в разных местах, увидеть новое и торговать, то сейчас с помощью данного транспорта это ускорится. Представляете, мы сможем находиться в разных странах, успеть сделать дела за один день. А при этом абсолютно бесплатно, ой, точнее, абсолютно безопасно, экологически чисто. Но и абсолютно бесплатно, это я интересно сказал, хотя правильнее будет сказать, что все существующие транспортные инфраструктуры гораздо дороже по стоимости строительства, по капитальным затратам, по эксплуатационным затратам, нежели струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Яниского. Поэтому абсолютно все страны, даже те, которые не могут сейчас позволить себе построить хорошее железнодорожное или автодорожное сообщение, смогут позволить себе струнный транспорт Анатолия Эдуардовича. Ведь именно на это и рассчитана, так скажем, рассчитана стратегия Анатолия Эдуардовича, как можно скорее распространиться по всему миру, чтобы как можно скорее уменьшить негативный эффект от традиционных видов транспорта. Ну и, конечно, с помощью технологии мы делаем данные изменения в мире, но объединяет нас именно компания Sky World Community, в которой достаточно много возможностей, и эти возможности расширяются. И перед вами основные побуждающие факторы, которые удовлетворяют работа, сотрудничество, помощь с компанией Sky World Community. Именно с помощью этой компании мы сможем удовлетворить и улучшить в своей жизни абсолютно каждый пункт, который вы видите на экране. И осталось только выбрать, куда направить, сколько времени, что вас больше интересует. Если у вас останутся вопросы после нашей встречи, то, пожалуйста, можете сделать скриншот, пишите на корпоративную почту, либо сюда в чат, и я постараюсь помочь вам, так скажем, применить эту информацию, которую вы сегодня получите, в целях улучшения тех факторов, которые вы выберете. И, конечно же, смогу дать какие-то рекомендации по дальнейшему изучению. Ведь более шести лет я интересуюсь данной технологией и этим гениальным инженером. И я понимаю, что он один из умнейших людей на планете. Один из немногих, у которых есть виденье того, как может жить человечество с окружающим миром. Он очень хорошо, на сотни лет вперед. И он один из тех, кто смог достучаться до мира уже и свои технологии не то что показать, а уже успешно реализовывать. Поэтому, дамы и господа, устраивайтесь поудобнее, и давайте продолжим наше путешествие. Ведь у нас вся жизнь в руках и вся судьба нашего мира в наших руках. Именно человека, точнее человечества, единого целого организма, одной семьи, так скажем, с 8 миллиардами клеток, которые несут самое большое влияние на нашу планету. Самая большая ответственность также лежит именно на человеке. Потому что он меняет, прям меняет целую планету. И именно от нас, от людей зависит, какой же мир будет дальше. Станет ли он раем, миром, в котором хочется родиться, или станет он адом? Когда люди, некоторые, не хотят рожать детей, потому что не хотят приводить их в этот мир. От того, насколько страшно показалась им жизнь на нашей планете. Дамы и господа, у каждого, конечно, свой личный опыт. Но возможность сделать как рай, так и ад на нашей планете, по моему мнению, есть. И я нацелен именно на рай. И я узнал еще тысячи людей из разных стран, таких же, как я. Вдвое, можно сказать, почти втрое старше меня, которые всю жизнь это делают. И узнав, узнав, что я такой не один, кто берет ответственность за всю планету, на себя, в каком-то моменте, где может ее улучшить, и делает это. Я понимаю, что нас больше полумиллиона. И это потрясающе, ведь это количество будет расти, расти, крепчать. И уже после завершения первого адресного проекта, посмотрите на эту карту мира. Это наши существующие города. Мы нашу транспортную систему не то, что построим в новых городах. Мы сможем прийти на помощь в уже существующие. Ускорить их фантастическим образом. Сделать более хорошую логистику, больше скорость, быстрее перемещение. Урбанизация будет отменяться и отпадать сама собой. Что будет снижать, так скажем, цену на каждый квадратный метр. На спрос, а значит и на квадратный метр, а значит на все услуги и на товары. То есть получается, что с помощью нового вида транспорта, кроме того, что мы сможем спокойно перемещаться туда, куда сейчас не можем построить дорогу, так еще это будет суперэкономично, легко интегрируемо и потрясающе положительно влиять на разгрузку наших городов и на нашу продуктивность, на нашу эффективность. Конечно же, Анатолий Эдуардович предлагал и передвижение через континенты. Такая технология у него есть. Стоит только поизучать, дамы и господа. Поэтому заходите на официальный сайт Анатолия Эдуардовича, unitsky.engineer. И там вы сможете увидеть за более чем 40 лет работы этого гениального ученого и увидеть масштаб, что он действительно соображает, как все работает и как с этим благотворно участвовать, жить и процветать. Поэтому, конечно же, буду просить каждого из вас, заходите, не стесняйтесь. Когда у вас будет свободное время, 5-10 минут, зайдите на сайт Unitsky.com. Unitsky.com – это как наш салон продаж, и вы увидите уже на 14 этапе, до какого уровня дошла данная технология и почему первые адресные проекты уже строятся. Потому что все для этого практически готово. Точнее сказать, можно сказать, около 90% технологий сертифицированы, и они уже пошли. Они уже пошли в реализацию. И пока мы будем заканчивать 15 этап, и тяжелые, так скажем, трассы, грузоперевозки и скоростной транспорт, у нас, конечно же, уже будут первые успехи по строительству адресных проектов. А значит, и первые дивиденды не за горами. А значит, и большинство финансовых структур мира увидит новую яркую компанию, или даже, можно сказать, корпорацию, которая будет намерена застроить эту планету новым, лучшим видом транспорта. И, конечно же, давайте посмотрим, почему настолько он прекрасен, почему он настолько нужен. Ведь когда-то у нас были пейджеры, а потом появился мобильный телефон. И люди сменили пейджер на мобильный телефон, потому что это было удобней. Лучше характеристики, больше характеристики, больше возможности, больше наша реализация. Ровно с такой же логикой можно и выбирать и этот транспорт. Когда еще будут ездить автобусы и еще будет транспорт первого уровня, можно будет выбирать. Ездить на автоматизированном транспорте с потрясающей логистикой, максимальной скоростью, очень комфортно, безопасно и при этом быть свободным. Все время поездки вы можете отдыхать, общаться, учиться, работать, разговаривать по телефону с близкими людьми или наслаждаться окружающим видом там, где вы проезжаете. Никакого человеческого фактора в 2000 раз безопаснее, чем на автомобиле. И со временем каждый человек, который будет пробовать это, он будет использовать все больше струнный транспорт, потому что это разумно. Это разумно и это, конечно же, будет доставлять нам огромное количество пользы. И именно с помощью подобной технологии начнется старт всего эко-мира. Строительство и городов, и эко-домов, и новой электроэнергии, и новых, так скажем, доминантных зданий, от которых будут разрастаться наши линейные города и эко-поселения. Конечно же, производство гумуса и космическая промышленность. УСТ и, так скажем, Юницкий со всеми единомышленниками, которых он нашел за эти годы. Мы изучили эти технологии. Мы понимаем, как и по первой технологии, насколько они реализуемы, насколько детально все проработано, подготовлено, уже приготовлено. Так скажем, просто все должно быть постепенно и по очереди. Нельзя сейчас распыляться. Именно пятнадцатый этап поможет до конца доказать всему миру, предоставить доказательства того, что такой способ финансирования технологии работает. То, что гениальный инженер действительно предлагает практически панацею в технологическом смысле. Потому что предлагает комплексную серию, которая подходит одна технология к другой. Что, так скажем, есть далеко не везде. И полная экология. Полная возможность брать все блага, которые предоставляет нам природа и наша планета. И при этом никак ни ей, ни себе не вредить. Это возможно, дамы и господа. И это возможно именно благодаря ему. Анатолию Эдуардовичу Юницкому. Белорусу по происхождению. Гениальному ученому, который создает огромное количество пользы в течение своей жизни. И создает самые эффективные, безопасные и оптимальные системы и устройства для улучшения нашей жизни. Конечно же, большинство вдохновения черпает именно из природы. И как мы видим по нашему транспорту, множество элементов взяты с пониманием того, как практикает жизнь на нашей планете. Потому что именно, например, с аэродинамики, с плавильной формы достигаются невероятные характеристики. И причем настолько невероятные, что думаешь, а как так на машинах нельзя применить? Но вот вся и разница в том, что транспорт второго уровня открывает абсолютно новые возможности в достижении фантастических характеристик. И этот человек постоянно модернизирует свои технологии и имеет в этом опыт. Одно из высших образований, патентное право и все эти технологии защищены. А защищать есть что, потому что за всю жизнь изобрел около 150 изобретений. Написал более 20 монографий, несколько грантов в ООН. То есть огромная научная деятельность во благо всего живого на нашей планете. И очень успешно. Потому что когда действительно с углублением интересуешься его работами и особенно строением городов, эко-поселений, космической программой, ты понимаешь, что знаниям этого человека нет предела. Как можно было за одну жизнь все это уместить в проекты, которые он уже приготовил? По факту нам необходимо только расширяться, строиться, начинать следующий проект. А по первому струнному транспорту уже очень скоро, после открытия первых трасс, и когда люди увидят, так скажем, экономическое обоснование, насколько эффективнее использовать такой транспорт, нежели другой. Тысячи и десятки тысяч заказов будут по всей планете. И нам только нужно будет строить все больше и больше заводов, чтобы успевать реализовывать продукцию, которую у нас заказывают. Потому что мы создаем, точнее уже создали, компанию с потрясающей возможностью реализации в 21 веке. Ведь около 20 миллионов километров дорог по технологиям Юницкого можно построить в 21 веке. Тем самым изменить за один век устройство того, как живет человек сейчас, как в городе, так и в природе. С помощью этих пяти сотен тысяч человек и нескольких лет мы объединили и собрали огромную компанию с невероятными возможностями. Несколько заводов. Три завода оборудованы по высшему пилотажу, на котором мы можем делать космическую продукцию. Но мы делаем наземный транспорт. Слегка надземный транспорт. Но эти машины, эти электромобили, они не проще, чем авиационные, так скажем, транспортные средства. А некоторые даже и тяжелее. Они сложнее в их создании, сборке, подготовке. Но Анатолий Эдуардович знает толк в инновациях. И это мы видим. Ведь за последних пять лет так серьезно разрослись наши возможности на заводах. Ведь мы уже выполняли и дополнительные сторонние заказы по созданию электромобиля. Поскольку наша работа в развитии проекта зависит от финансирования. И она идет постепенно. Поэтому в какое-то свободное время Анатолий Эдуардович со штатом реализует возможности уже собранной команды. И, конечно же, и повышает им квалификацию. И работают, и делают, так скажем, дополнительные заказы для того, чтобы содержать всех этих сотрудников. Особенно в период, который сейчас был, такой непростой, достаточно сложный. Но мы со всем справились. И компания стала только сильнее, только лучше. И это заслуга абсолютно каждого человека, который сделал хотя бы какой-то вклад своего времени, своего внимания, своих ресурсов. Или своих слов. Ведь этот проект никогда бы не развился до такой степени, если бы мы не делились друг с другом информацией. Как мы сейчас находимся за тысячи километров друг от друга, но тем не менее в одном, можно сказать, в виртуальном пространстве. Можно сказать, что общение находится почти как в одной комнате. Потому что я могу рассказать вам что-то важное, что я узнал в своей жизни. А вы можете это уточнить, задать вопрос, подтвердить. Или что-то использовать, взять для себя, для улучшения своей жизни. И именно с помощью сертификации мы достигнем такой же, только уже глобальной пользы. То есть объединившись вместе, мы даем возможность просто выйти на свет данным технологиям, показать их миру, сертифицировать по всем законам, получить бумаги, то, что наши характеристики действительно соответствуют заявленным. Эта безопасность действительно именно такая. И польза от транспорта в, так скажем, испытании, все возможности его будут доказаны. И те, кто захотят приобрести подобные трассы, у них будет все на руках. То есть это уже устоявшийся будет факт в том, что это традиционный, точнее уже существующий транспорт полностью адаптирован для того, чтобы его строить и использовать. И, конечно же, это очень-очень усилит и ускорит реализацию данного транспорта по всей планете. Ведь многие ждут первых трасс, многие страны так, ну, так скажем, и заявляли, что, ну, вы построите первую трассу, и мы увидим. Сейчас я очень рад, что есть в нашем мире настолько серьезные, глобальные, перспективные люди, которые, как мы, так скажем, уже знаем, в течение нескольких лет наблюдали за сертификацией и в Белоруссии, и в Объединенных Арабских Эмиратах. Чтобы как только технология сможет уже первые части, которые мы сертифицировали, сможет строиться, сразу же начать ее строить. То есть у этих людей не было сомнения в том, что это получится. Они лишь ждали, как быть первыми. То есть если кто-то достаточно разумен, чтобы это взвесить, увидеть, просчитать, посмотреть, как развивается компания, и особенно наша Unisky Stream Technology, наша зао-струнная технология в Белоруссии. То есть насколько серьезны эти компании, они получают звание государственное, официальное, работают на высоком государственном уровне. То есть все увидели, кто изучал этот проект, все-таки насколько он серьезен, и что он планетарного масштаба. Что эта технология, ей есть место быть. А сейчас после Экспо-2020, крупнейшей международной выставки, когда так много делегаций приехало и прочувствовало собственным телом данную технологию в тропическом исполнении, в ВИП-исполнении. Это транспортное средство просто шикарно. И все те министры, и даже король, который приезжал к нам, увидел это будущее уже здесь, уже сейчас. За что, дамы и господа, я благодарю именно вас. Потому что от нашего внимания, ресурсов, времени и слов, именно мы реализовали из чертежей уже действительно реальную физическую технологию. Транспортную отрасль нового поколения. Конечно же, все примет самые максимальные обороты, когда компания выйдет на самофинансирование. Когда весь проект закончит все действия, которые были заложены в 15 этапах. То есть главной задачей, как только набирается финансирование для выполнения 15 этапа, все, последнее дело запускается. И дальше привлечение помощи никакой не нужно. Самое финансирование. Компания полностью готова для того, чтобы по существующим сертификатам, 100% по окончании 15 этапа, мы могли строиться, брать заказы. Это уже будет с прибылью, мы их строим за определенную сумму, есть определенная прибыль. И это уже самостоятельное развитие и рост компании. Далее только расширение, расширение, выход на рынок, дивиденды и строительство в каждой стране и в каждом городе. Один из самых крупных бизнесов за всю историю человечества. Транспортная отрасль. Особенно с перевозками, с грузоперевозками. Потому что перевозки грузов это самая прибыльная, самая прибыльная часть, самая прибыльная инфраструктура и бизнес, которым будет владеть народ. Который больше всего и использует сам транспорт. Как пассажироперевозки, так и грузоперевозки. Мы же сами и есть потребители. И когда эти технологии, эти трассы будут частично принадлежать нам, получается, что все станет гораздо дешевле. Во-первых, потому что само по себе менее затратно. Как строительство, так перевозка и так далее. Так еще и все будет быстрее. Нигде никаких не застоев. Все автоматизировано. Двигается совместно система закрывающего типа, автономная, которая без человеческого фактора сможет работать прекрасно и освободить человека. Освободить еще несколько часов в сутки для того, чтобы творить и созидать. И эту возможность мы делаем вместе и делаем очень успешно. Потому что сертификация действительно уже на финальной стадии. И, конечно же, будет очень-очень интересно посмотреть на самые первые адресные проекты. Надеюсь, что нам об этом объявят. И я уверен, в этом месте будет столпотворение людей со всех стран, которые приедут попробовать нашу первую трассу. Следите за официальными новостями и будете в курсе, как только Анатолий Эдуардович объявит. Когда это будет безопасно для этих мест, для этих проектов. Как только Анатолий Эдуардович объявит, уверен, нас всех ждет очень много радости и интересные путешествия. Ну и, конечно же, данная технология действительно отовсюду будет приносить как пользу миру, так и прибыль тем, кто поддержал этот проект. Ведь очень широкая ветка транспортных средств сделана абсолютно для разных решений. И для легких прогулочных транспорт, так скажем, мест, туристических каких-то, двухместных, четырех, шести, восьми, шестнадцати, хоть сорок восемь. Можно собирать их хоть двести, так скажем, составной поезд, например, на Берельсовой трассе. То есть разные виды трассы, разные виды транспорта в каждом городе для решения первого, последнего километра. Там, где огромная пропускная способность необходима. Либо маленькие деревни, где буквально несколько сотен или несколько тысяч человек. Но даже туда можно будет построить экономичный транспорт с очень высокой эффективностью. Ну и, конечно же, наш скоростной транспорт, который будет передвигать нас со скоростью до 600 километров в час между нашими городами. С помощью такого транспорта действительно поразительно возрастет эффективность каждого человека, который будет им пользоваться. Вы будете всюду в три, в четыре, в пять раз быстрее добираться. Сможете за один день успеть гораздо больше, что повысит ваши возможности на любой успех, который важен вам в вашей жизни. С помощью данного транспорта мы соединим страны и континенты. Конечно же, когда вы изучите немножко технологии Анатолия Эдуардовича, вы узнаете, что он еще 20 лет назад предлагал передвижение в фарвакууме. Это следующий проект, которым уже заинтересованы Объединенные Арабские Эмираты. Это передвижение со скоростью до 1500 километров в час в разреженной среде. Так скажем, когда еще в задумках даже не было у Илона Маска гиперлуп, Анатолий Эдуардович уже все рассчитал и представил для нас. И, конечно же, его технологии, как и все остальные, рассчитаны на массы, на народ, чтобы все смогли пользоваться. И это могло приносить абсолютно всем. А не как супербыстрые чартерные рейсы личных самолетов, которые сейчас возят только маленький процент людей. То есть, или как Бугатти, которая стоит несколько миллионов, и там всего могут переместиться два человека со скоростью чуть больше 400 и потратить невероятное количество топлива, и при этом, так скажем, огромная амортизация, очень дорого. Либо подобный транспорт, который сможет передвигаться даже быстрее, со скоростью до 600 километров в час, и не два человека, а шесть, и еще два здоровенных багажника, и полная безопасность, и такая скорость, экономичность, экологичность. То есть, во всех показателях Анатолий Эдуардович создавал масштабную планетарную технологию, которая повсеместно принесет пользу. И я считаю, дамы и господа, что у него это действительно получилось. Ведь видите перед вами фото и видео, то, что вы увидели, это реальность, прямо здесь и сейчас, с помощью каждого человека, который поучаствовал. Кажется, что может сделать один человек в масштабах планеты? Но когда нас 500 тысяч, мы можем создать даже новый вид транспорта. То ли еще будет. Ведь даже грузовая часть принесет так много прибыли, что мы сможем гораздо проще и быстрее реализовывать следующие адресные проекты и следующие большие инновации Анатолия Эдуардовича. Потому что экологические дома по его технологиям точно нужны всем. Экопоселение это тоже фантастика. Производство гумуса и особенно электроэнергия чистая, которой всему человечеству хватит более чем на 5000 лет. А это хороший промежуток времени, огромный прогресс сделается за это время в, так скажем, инновациях по энергетике, по нашим возможностям. И именно с помощью подобной технологии, которой мы будем владеть, очень много, тысячи, десятки и сотни тысяч станут очень богатыми. При этом, что у них сейчас уже есть знания о том, какая планета и какая технология. Есть знания про инвестирование. Есть знания про экологию. И есть знания о том, что сообщество целиком огромное ухаживает и облагораживает нашу планету. С помощью таких возможностей, такого сообщества, таких влияний, таких ресурсов мы сможем на миллиарды за недели закрывать проекты, делая чистую электроэнергию в тех или иных районах нашей планеты, строя новые трассы или даже новые города. То есть, таким способом сами люди начнут иметь действительно весомое влияние в развитии их в жизни для себя самих. Конечно же, грузоперевозки позволят нам расселиться очень хорошо, делать эти линейные города, восстанавливать землю там, где раньше был асфальт, и эта земля сейчас не живая, не дает ни плодов, ни кислорода. Мы будем поднимать ненужные трассы, там, где будет ездить только струнный транспорт. И все это, так скажем, место вдоль трасс можно будет засыпать нашим гумусом, сделать снова живым, восстановить нашу биосферу, не довести планету до точки невозврата. И, конечно же, открыть новые горизонты с такими новыми возможностями. Ведь представьте, с помощью такого транспорта вы можете направиться куда угодно. То есть, с помощью такого транспорта смогут трассы строиться там, где нельзя построить ни автодорогу, ни железную дорогу. Но с этим транспортом мы будем иметь прекрасное сообщение, отличную логистику и потрясающую скорость. А подобные юниконты переймут на себя огромную часть, а потом может и все перемещение всех наших грузов. То есть, мы берем уже существующую инфраструктуру, огромный бизнес грузоперевозок, которые в контейнерах, и просто ставим их на свои транспорты. Получается, те же самые контейнеры уже будут двигаться гораздо лучше. Ну и, конечно, без своих тенденций и трендов мы тоже не обойдемся. Я уверен, что будут прекрасные и более маленькие перевозки груза, с которыми можно будет путешествовать. Но именно грузоперевозки принесут огромную часть прибыли, которые дадут сильное развитие. Поэтому, дамы и господа, кто уже стал частью данной компании, нас ждет очень светлое будущее. Это мое мнение и моя оценка ситуации, потому что не все проекты доходят даже до пятого из пятнадцати этапов. А мы заканчиваем четырнадцатый этап и уже строимся. Поэтому у каждого человека, конечно, должна быть возможность собственные выводы, найти собственные аргументы, принять, взвесить и решить. Пройти мимо подобных технологий или все-таки стать частью этой технологии. Ну и, конечно же, люди, которые больше изучают, они имеют больше аргументов. И я вам скажу, поизучав сайт Анатолия Эдуардовича, промахнуться трудно, когда ты все это видишь. Когда ты видишь, что он представляет все это даже в формулах. И это можно проверить, и это можно просчитать, можно просмотреть. И я встречался с преподавателями университетов, с которыми я хотел изучить некоторые моменты, которые не смог разобраться сам. И да, оказалось, что профессоры видят, что это гениальные идеи. И очень интересно, как это при такой огромной работе Анатолия Эдуардовича с экологическими технологиями не распространилась по всему миру информация о данном гениальном ученом и его изобретениях. Потому что, если бы вы его послушали 40 лет назад, дамы и господа, мы бы сейчас жили в абсолютно другом мире. Потому что за этих 40 лет мы бы как раз справились со всеми, так скажем, технологическими невзгодами. Потому что Анатолий Эдуардович предложил полный спектр. Абсолютно все, что необходимо человеку для жизни. Стоит только поизучать, и вы увидите. Это гениально заложено в каждое изобретение. Вот даже представим, посмотрите, это порт на шельфе моря. Слегка отдаленный от берега. Но суперэкономия по строительству. Не нужно делать работы там, где земля соприкасается с водой, вырывать огромный, можно сказать, котлован. Так что большой корабль с большим водоизмещением мог зайти в этот порт и свои грузы поставить в этом порту. С помощью подобного мы сможем приходить любыми судами без всякой подготовки дна. Потому что он строится на шельфе моря там, где достаточно глубоко. Но тем не менее плотная поверхность. Груз сразу же ставится на Unicond. И сразу же автоматически отправляется туда, куда задана его программа. То есть у нас нету никакого простоя. Нету этих огромных этажей там по 6 и в ширину, в длину по 100 этих контейнеров, которые нужно потом будет разобрать куда-то на фуры, на железную дорогу. Они сразу же, не простаивая, двигаются в нужном направлении. А это значит, что уменьшаются затраты на вот этот простой в порту. Вообще на аренду порта, на заход туда, на работу с ним. То есть уменьшается огромное количество, так скажем, затрат, проблем, времени. Также к нам быстрее приходит наш товар, что тоже хорошо. Еще и по нашей системе гораздо дешевле перевозить сами грузы. То есть мы, создавая для себя транспорт, во множестве направлений улучшим и облегчим себе жизнь. Особенно те, кто этому дает жизнь. Который делится своей энергией, частью своей жизни с тем, чтобы жила подобная уникальная технология. Мы с вами, дамы и господа, справляемся просто потрясающе. Потому что кто бы мог подумать, что 10 лет назад, что мы создадим новый вид транспорта. Что это вообще возможно. А сейчас он действительно есть и будет только развиваться. Сейчас пятое поколение Анатолий Этуардович представит. И можно сказать, у нас еще вся жизнь впереди. Тем более, какой огромный штат людей с передовыми компьютерами. Работающие на самых, так скажем, мощных программах, которые сейчас есть. Для разработки, проектирования и объединения всей компании. Чтобы она работала как единый организм. С помощью подобного штата мы сможем все быстрее и быстрее осуществлять даже самые сложные проекты. И, конечно же, эко-города, это будут одни из них. Ведь подумайте о транспорте. Он поможет очень сильно и очень сильно свяжет. Но это лишь одна инфраструктура, которая прекрасно войдет в наш мир, в существующие города. Но для новых городов это будет еще более удобно и лаконично. Ведь то представление линейных городов и эко-поселений, которое сделал Анатолий Этуардович. И подтвердил это своими расчетами и разработками. Это будущее нашего мира. Очень хочется поскорее увидеть информацию о том, что первый линейный город, либо первое эко-поселение строится. Потому что хочется, чтобы он быстрее осуществился, увидеть это, пожить там, почувствовать, что это такое. Когда вокруг тебя все цветет, полная экология, но при этом у тебя есть абсолютно все, так скажем, удобства. Все, что тебе было необходимо для жизни. И это все сделает общая компания. Компания единомышленников. Я думаю, к тому времени это будут уже миллионы человек. С помощью компании Skyworld Community. Именно Skyworld Community дает возможность нам объединиться и сделать такое простое, но самое лучшее в нашем мире. В эру нефти, конечно же, было очень тяжело продвинуть новый вид транспорта. Но сейчас, сейчас, когда весь мир уже ощущает влияние экологической катастрофы, когда в некоторых городах нечем дышать, есть автоматы с чистым воздухом, можно купить себе подышать хорошим воздухом. Представляете, где-то нельзя уже пить воду в городах, только бутылированную. То есть мы с вами видим, что есть пределы для жизни. И наши последствия, последствия действий человечества нам об этом серьезно уже заявляют в 21 веке. Поэтому дело каждого почувствовать, что мы ответственны за это. И, конечно же, обрадоваться тем, что есть возможность это изменить. Ведь именно это мы и делаем. Казалось бы, простые технологии, которые представляет Анатолий Эдуардович, колоссальным образом изменят жизнь, изменят ход нашей истории. Такой гибкий ассортимент всей технологии поможет ей внедриться абсолютно во все сферы. Во все сферы, во все уголки нашей планеты. И, как сказал Анатолий Эдуардович, если закрыть глаза и глобус, крутануть и поставить палец в любую точку, куда бы вы ни поставили, там будут необходимы одна из технологий Анатолия Эдуардовича. И с учетом того, что он делает, как он это детально описывает, он снял так много видео и фильмов с деталями, с цифрами, с формулами, чтобы каждый человек мог увидеть, прочувствовать, окунуться, прикоснуться к этим инновационным технологиям и понять, что в данный момент люди вместе действительно могут спасти этот мир, направить его в нужную сторону. Теперь человечество имеет возможность с помощью народного финансирования и интернета, с помощью Sky World Community влиять на развитие всего человечества. Мы будем одними из, так скажем, направляющих, в какую сторону будет двигаться развитие технологий. Ведь при таком масштабе объединения, представьте, если у нас миллион человек и какая капитализация в этом проекте, мы сможем действительно планетарные проекты осуществлять за месяца или годы. То есть гораздо быстрее, не за века, как было бы это раньше. И все это мы сможем сделать, если объединимся. Если будем изучать информацию, если будем делиться ей. Именно таким образом, поделившись друг с другом, мы создали этот потрясающий транспорт. Эту нашу систему, артериальную систему, которая будет перемещать нас по всей планете. Мы забудем, что такое сидеть за рулем. Постоянно быть в стрессе, в зажатости, постоянно это внимание и усталость. Особенно те люди, которые по 5, 6, 8 часов в день проводят за рулем. Мы просто освободимся от этого. И при этом освободим поверхность планеты Земля от ненужных и очень-очень опасных дорог. Ведь подумайте, не зря в 2000 раз безопаснее струнный транспорт, чем автодорожный. Ведь автодорожный транспорт забирает около полтора миллиона жизней в год и около десяти делает инвалидами. Одна из самых больших, так скажем, катастроф по сравнению со всем остальным, что происходит на нашей планете. Такой, вроде заметный, мы знаем об этом, но даже не представляем масштабы вреда от транспорта, существующего, традиционного, и от двигателей внутреннего сгорания. С помощью такой логистики, таких электромобилей и второго уровня мы сможем начать жить абсолютно по-другому. Освободить наши города до такого степени, что там действительно будет чисто дышать. И не только дышать. То, что на территории города можно будет выращивать пищу, и она будет экологически чистая, потому что уже сейчас двигатели внутреннего сгорания уходят потихонечку, переходят на электродвигатели. Некоторые страны уже в глобальном смысле это дело поощряют, и народ тянется и следует к тому, что электромобили сейчас будут все более и более популярны, доступны, и понятно почему. Ведь от них меняется качество нашей жизни. Представляете, если раньше в Испании, проходя в городе, мы видели мандарины, и как бы они красиво не выглядели, мы не можем их съесть, потому что вокруг нас огромное количество заведенных двигателей, и чего напитало это дерево? Что там внутри? Просто смог, наверное, такой газ. Но точно ничего хорошего. А уже в ближайшем будущем мы сможем в подобных экологических городах попробовать все плоды, которые растут вокруг нас, потому что они полностью чистые. А представьте такую же аналогию, как впитывает дерево с мандаринами окружающую атмосферу, воду, воздух. Так и мы с вами, дамы и господа, живые существа. И мы также через легкие, через наши глаза, через наше тело, через нашу кожу впитываем окружающую среду. И насколько же дольше и здоровее мы начнем жить, когда мы сможем есть эти чистые мандарины в экологических городах. Возможности человека, каждого человека, вырастут всех 8 миллиардов из-за одной поначалу технологии, за которой потом следует еще целая серия. Интеллектуальная система с помощью наших искусственных интеллектов, роботов, этих алгоритмов, сможет каждую технологию Анатолия Эдуардовича сделать максимально автоматизированной, что освободит человека. Многие говорили, ученые, об этом, но именно Юницкий в таком масштабе продвигает эту автоматизацию. Автоматизацию для того, чтобы освободить время для творческого человека. Все, что человек может не делать и не надо делать, если наши роботы, наше детище, может делать это за нас. Забрать всю рутинную работу, всю опасную работу. Освободить человека. Освободить от руля, за которым нужно постоянно ездить. Все грузы будут перевозиться сами. И гораздо более безопаснее и эффективнее. То есть освобождение для того, чтобы творить. И это, на мой взгляд, потрясающий эффект от реализации подобных технологий. Безопасность позволит нам действительно сохранять прирост прекрасных людей. Прирост здоровья. Спасет триллионы ползающих, летающих и прыгающих существ. Мы с помощью даже этой первой технологии принесем невероятный эффект. Который, скорее всего, сейчас тяжело просто даже осознать. Но это будет так. И надеюсь, что к моменту, как эта компания и этот проект успешно завершится, вы уже будете в курсе и введете в курс дела своих родных и близких. Что есть такой ученый, что первая технология реализовалась, и вы стали частью ее. И то, что на очереди у нас целая серия технологий, которые изменят жизнь. И мы с вами, даже на нашем поколении, сможем сделать огромное продвижение в сторону рая на нашей планете. Потому что то, что я вижу в Белоруссии, когда построены технологии, например, экологический дом, как все цветет, либо в Объединенных Арабских Эмиратах, как ты себя чувствуешь, когда заходишь в первый деревянный дом в Объединенных Арабских Эмиратах. То есть было запрещено, а юнитскому на официальном уровне разрешили. Понимаете, насколько это человек, меняющий мир, ломающий шаблоны. То, что казалось невозможно, будет возможно. Кто бы мог подумать, что человек сможет один сделать так много за свою жизнь, а жизнь еще продолжается. Дамы и господа, перед вами лучшая транспортная инфраструктура, которую создали мы с вами, народ, под предводительством гениального ученого. И, конечно же, компания Sky World Community, которая дает нам такую возможность участвовать в этом, участвовать в этом, объединяться, находить так много единомышленников и уже наслаждаться тем, что мы создали. Ведь раньше я думал, что такое могут сделать только какое-то государство, например, или какая-то там огромная корпорация. А оказалось, что люди ради блага всего живого объединились и сами стали неимоверно мощной силой. Вы посмотрите на это. Мы создали с вами будущее. Помогли юнитскому реализовать это будущее. Спасибо вам большое. И, конечно же, огромную благодарность шлю каждому, кто хотя бы один раз каждому из своих близких людей просто покажет, что есть гениальный ученый, что есть уникальные технологии, что есть сообщество проснувшихся, взявшись ответственность за свою жизнь и жизнь всего живого на нашей планете. Что люди объединились и сделали подобное. И пятнадцатый этап, он буквально уже стучится к нам в дверь, и он крайний. С помощью этого времени мы сможем расширить возможности и принести пользу уже на существующих аргументах, которые вы сегодня видели, вашим близким и родным. Ведь я считаю, из всего того, что я знаю, ни один человек, который может, не должен упустить возможности поддержать такое начинание, и я бы даже сказал более важнее, ускорить, чтобы, может быть, на час, на день, на неделю или на месяц раньше, но данные технологии реализовывались и популяризировались в нашем мире. Именно с помощью сообщества мы объединили 220 стран и регионов мира, которые общаются между собой, учатся коммуницировать. Сотни и тысячи из них действительно сделали развитие технологии ЭКО-мира своим призванием и продолжают двигаться в этом направлении. Осталось спросить у вас, что вы думаете об этой технологии. Напишите, пожалуйста, в комментариях, здесь, в нашем чате, в Мирополисе, либо если вы смотрите на Ютубе, напишите, что вы думаете об этой технологии. Что вы выбираете? Быть частью этого, изучить, пройти мимо, поделиться этой жемчужиной с окружающими вас людьми. И благодарю вас за ответы. А пока следим за новостями, следим за всем, что нам дают официальные новости Анатолия Эдуардовича и Sky World Community. А пока с вами был Артем Курбанов из Дауковпелса, Латвии. Благодарю вас, дамы и господа. Шлю во все уголки нашей планеты, откуда вы сейчас смотрите эту запись или эту трансляцию. Будьте здоровы. Живите, улыбаясь, дышите глубже. И, конечно же, присоединяйтесь. Присоединяйтесь, как минимум, с вами помыслами. Ведь развитие крупных, крупных, так скажем, изменений в мире, оно двигается постепенно. Сначала должна быть потрясающая идеология, которая действительно нужна этому миру. И когда идеология есть, это уже 25% успеха. А потом нужно реализовать часть, показать, что это такое. Что это за плюс, как изменится мир. И в этом помогают люди, так скажем, влиятельные, которые заинтересовываются, которые чувствуют свою мощь, свои возможности и свою ответственность за развитие этого мира. И с помощью этих людей еще 25% реализуется какое-то изменение положительное в мире. Потом об этом узнают люди. И тут как раз, когда вступает часть, даже просто когда люди знают о том, что есть такой ученый, но не поддержали этот проект. Когда станет вопрос, какой транспорт строить в нашем городе, и люди будут видеть в перечне транспортов, струнный транспорт второго уровня, люди будут уже знать, что это лучший вариант. Это будет самый экономичный вариант. Это будет самый эффективный вариант. Самый безопасный вариант. Лучшее для себя же, для себя же, для родных. Только отдельно в каждом городе, в каждом поселке, в каждой стране. И именно с компанией SkyWorld Community мы сможем с вами обеспечить эту работу, это развитие и эту модернизацию нашего физического мира. И это все выросло до такой степени именно от вашего внимания. Поэтому благодарю вас за внимание. Куда оно направлено, то и растет. Поэтому нас ждут большие успехи и большие перемены. Еще раз, будьте здоровы. До новых встреч в феврале. С вами была компания SkyWorld Community. Созидательная деятельность по улучшению мира. Будьте здоровы. Улыбок.